После долгих дискуссий правительство на этой неделе наконец придумало, где взять деньги на дополнительное финансирование здравоохранения. Средства найдут, но за счет повышения социального налога. Половину заплатит работодатель, половину работник. Страна познается в сравнении. Со средней зарплаты в Латвии сейчас на налоги уходит 42,5%. В Литве 41%, в Эстонии 39%. При этом в Латвии житель из своего кармана покрывает в среднем 36% затрат на свое же лечение. Средний европейский житель 14%. Неудивительно, что каждый четвертый латвиец не обращается к врачу даже когда нужно. Потому что при нашей бесплатной медицине уж точно лучше быть молодым и здоровым, чем наоборот. Правительство вот уже год думает, как выполнить маловыполнимое. И налоги снизить, и деньги на медицину найти. На этой неделе стало понятно, не все сразу. Подоходный налог таки уменьшат, а вот взносы соцстрахования все же увеличат на процент. По-другому пазл не складывается. Денег к врачам вроде как не найти. Конечно, обидно, потому что хотелось всего и сразу. Но есть ли теперь чувство, что с медициной все наладится? Нет такого чувства. Потому что есть такое понятие, как эффективность. А насколько эффективна латвийская медицина, показывают ревизии госконтроля. Вот выдержка из последней весны этого года. Из-за содержания неиспользуемых помещений восточная больница каждый год теряет 424 тысячи евро. Площадь этих помещений 18 тысяч квадратных метров. Чтобы понимать, это ровно половина будущего гипермаркета Икея. Еще раз. Налогоплательщики платят 424 тысячи евро за то, что в одной только восточной больнице пустым стоит половина гипермаркета. Не жалко. Еще одного процента на медицину не жалко. Жалко его платить на обогрев пустых залов. Жалко отдавать свои кровные на то, что Минздрав не в состоянии быть эффективным. Хотелось бы дописать пока, но рука не поднимается. Субтитры создавал DimaTorzok